Типы мужской любви. Чем они отличаются, я уверен, вы узнаете себя, узнаете мужчин, с которыми вы в отношениях были или сейчас находитесь. Они это называют бабочки в животе. А вот образ плохого мальчика, образ бэтбоя, нагловатого, конечно же, для нее это круто. Если у меня не будет сумки Луи Виттон, на меня никто не посмотрит. Вы что будете наркотики принимать, чтобы чувствовать себя вот так под кайфом? Учить жизни мужчин, забирать у них их ответственность, не верить мужчин. Жалеть мужчин. Больная любовь. Боль. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог. Я помогаю женщинам, чтобы мужчины вас радовали, а не гневали. Перед тем, как мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Знаете, есть разное трактование слова любви. И если бы я сейчас поставил 10 разных девушек, женщин в ряд и спросил бы, что в их воспонимании, что такое любовь? Поверьте, мы бы услышали 10 разных, в чем-то похожих, в чем-то не похожих определений. То же самое я бы поставил 10 мужчин, мы бы услышали тоже 10 разных определений. Поставили бы 10 мужчин и 10 женщин, мы тоже услышали бы разные определения. И в этом я считаю, что одна из проблем в отношениях, то что люди говорят одни и те же слова и вкладывают в это разное значение. Тоже прикольное слово поддержка, поддержка, забота. И знаете, ради интереса вы, если вы сейчас в отношениях, просто попробуйте, знаете, поиграть в игру, с мужчиной в игру. Вы засекаете время и в это время молча на листочках пишите эти определения. А потом садитесь вместе и читайте, что он имеет в виду под словом поддержка и что ты имеешь в виду под словом поддержка. И так далее, так по разным определениям. И для тебя будет очень много открытий. Скорее всего, вероятность 95%, вы имеете в виду вообще разное значение. А еще знаете, как сделаете? Не просто поддержка, а что такое поддержка для женщины и для мужчины? То есть по два листочка у каждого. И вы еще больше просветлитесь, понимаете? И это называется взаимопонимание в отношениях. Но сейчас суть про другое. Сейчас суть про любовь. И знаете, меня умиляет, как многие люди списывают на любовь все беды. Всю ответственность они перекладывают на любовь. Ну в стиле, если мужчина любит, то и там большой список. А если мужчина где-то косячит или как-то себя неправильно ведет, значит как-то разлюбливает. Значит что-то любовь там барахлит. Если есть любовь между людьми, то все у них будет хорошо. То все само собой как-то будет рассасываться. И меня это удивляет, потому что это инфантильная позиция. Одной из целей этого видео, чтобы вам еще было более, может быть, более широко, в хорошем смысле было понятно, что же такое на самом деле любовь и отличие, и точно ли это любовь, то, что вы считаете любовью. И точно ли это любовь, то, что вы, может быть, сейчас ищете, ища, так сказать, отношения или пытаясь создать отношения. Так вот первое. Это то, что люди называют любовью, подборозывают. Это они имеют в виду на самом деле не любовь, а влюбленность. Вот эта очарованность, вот это опьянение, вот это, знаете, такое какое-то прям замутнение мозга, когда просто ты, просто вот эти супервысокие эмоции, да. И это, кстати, ключевой критерий, по которому большинство женщин выбирают мужчин. Они это называют бабочки в животе. И я согласен, это круто. Я полностью согласен, что это офигенно, и я ни в коем случае не против этого. Но когда это лишь единственный критерий выбора мужчины, это очень рискованно. Потому что да, пока вы влюблены и очарованы друг другом, у вас реально все будет круто. Но это, скажем так, опьянение, оно же проходит со временем. Вот эта книга про любовь живет три года. Я считаю, что это речь не про любовь. Я считаю, что любовь может жить сколько угодно. А вот как раз вот эти высокие эмоции, опьяненность эта, она как раз и живет максимум три года. Она может жить одну ночь, она может жить, пока вы выпили вина, и ты влюблена, утром ты проснулась, ты уже его не любишь. Да, ты поняла, что это не тот тип мужчин. Она может длиться там год, два, три и так далее. То есть вот это влюблен. И большинство людей под любовью, они это подразумевают. И, например, давайте представим, женщине очень плохо, ей одиноко, ей скучно. То есть у нее внутри недостаточность. И, к сожалению, большинство людей, они ищут вот эту влюбленность, чтобы заполнить внутреннюю пустоту, чтобы заполнить внутреннюю бессмысленность, чтобы заполнить недолюбленность родителями в детстве. Папы не было, особенно вот часто девушки, которые росли без отца, или отца, отец минимально участвовал в ее жизни. Она ищет как бы типа отношения, любовь. И на самом деле один из сценариев, она ищет вот эти высокие опьяненные эмоции, чтобы заполнить на время пустоту. Потом это, скажем, высокие эмоции рассеиваются, и обнаруживается, что эта пустота никуда не делась. Она так и есть. Но только уже вы вместе с человеком, только уже у вас есть ребенок, и куча конфликтов, да, потому что не налажено взаимопонимание. Поэтому первый тип любви – это вот эта опьяненность, очарованность. Конечно же, многие женщины это ищут, большинство, я считаю. И мужчины тоже такие есть. Я лично таких знаю, которые выбирают женщину по вот этому опьянению. Даже взрослые мужчины. И я, услышьте меня, я ни в коем случае не против этого чувства. И ни в коем случае, я просто вижу, как, я думаю, что вы понимаете о чем-то, как многие ищут это чувство как спасение, да. Ну вот, работа фигня, жизнь фигня. Влюбиться бы, влюбиться бы. Или найти того, кто в меня влюбится. Следующий тип любви, я уверен, вы знаете, таких мужчин. Это, знаете, любовь как бы такая называется для статуса, да. Это когда мужчина очаровывается женщиной для того, чтобы он классно смотрелся где-то вместе с ней. И это частая история мужчин более взрослых, которые уже побывали в отношениях, у них уже был брак и ребенок, либо дети. Он в этих отношениях поднялся, поднялся. И ему сейчас кажется, что ему бы молоденькую, ему бы молоденькую. И он уходит в поиск молоденькой. А он уже такой, как бы скажем так, в возрасте в определенном. Ну ему точно не 18 и даже не 30 лет. И для него важно вот этот вот статус. И другой пример, чтобы еще было более понятно. Это женщины, которые выбирают мужчину не по эмоциям даже, они выбирают мужчину не по любви, не по влюбленности, а комфортненько, чтобы было. Чтобы было комфортно, чтобы он был обеспечен, богат. Ну такой, так называемый, брак по финансовому расчету. Еще раз услышите меня, я никого не осуждаю. Я никого не осуждаю. Это ваш личный выбор, что вам делать и что выбирать. Просто это видео, опять же, направлено для того, чтобы вы были еще более осознанно, еще больше понимали себя, еще больше понимали мужчин, еще больше понимали отношения, которые складываются между людьми. И это вам помогало в вашей жизни. И для этой женщины тоже важен статус мужчины. Ей важен, понятно, сколько он зарабатывает, чего он добился. И, конечно же, ей не интересен мужчина перспективный, если что. Нет. Уже, уже состоявшийся. Уже состоявшийся. Ей не важно, соответствует она, не соответствует ее направленность на этого мужчину, который уже состоялся. Перспективный как-то непонятно, как-то ненадежно. Зачем ей это? Да, я понимаю, что часть таких женщин, они прилетают такой, то есть они попадают, скажем так, в образ, не в образ, а в роль любовницы. Но не суть. Мы сейчас больше говорим про мужчин. Поэтому это те мужчины, которые выбирают, знаете, ему важен, что женщина-звезда была. И он даже может и с нее делать звезду. Он покупает ей там звание в конкурсе со мной красоты. Он делает из нее певицу. Вы понимаете, да? И это вроде бы неплохо. То есть для него что важно? Ему важен статус. Нюанс в том, что, поймите, пожалуйста, мужчина ориентируется на звезду рядом. А вы же понимаете, что звезда, любая звезда, она имеет свойство какое? Затухать. Надоедать. Уже не вызывать тех эмоций, как раньше. Если ты к этому готова, тогда все прекрасно. Или если ты умеешь взаимодействовать так с мужчиной, чтобы поддерживать, так сказать, этот образ и эту его потребность, и тебе в этом будет комфортно, тогда отлично. Но второй тип любви – это выбор партнера для, так сказать, статуса. Следующий тип любви – это, знаете, такая больная любовь. Боль, больная. Женщина обычно так говорит, что если про женщину, то она говорит, как-то скучно, как-то никто не цепляет, как-то неинтересно. Ей ее не цепляют мужчины вежливые, мужчины порядочные, мужчины, даже он может быть достойный и порядочный, но как-то не задевают ее. А вот образ плохого мальчика, образ бэтбоя, нагловатого, прямолинейного с ней, да, который умеет вызывать в ней эмоции, конечно же, для нее это круто. И пойми, я согласен, что с такими парнями, наверное, прикольно проводить какое-то время, да, там прикольно, может быть, где-то отдохнуть пару дней, две недельки, да. Но она просто не учитывает, что на самом деле с этим мужчиной ей жить, и что как бы такой расклад для жизни, ну, как минимум, это стрессово. Как минимум, это как на американских горках по жизни. Я понимаю, на американских горках, ну, пойти на качелях, покататься там в какой-нибудь луна-парк в течение дня, ну, всю жизнь. Но она этого не учитывает. То есть у нее потребность в полярных чувствах, то есть чтобы и хреновенькое сделали, и любили, и чтобы это чередовали. Тогда она чувствует удовлетворенность. Поэтому она выбирает либо плохих парней, либо мужчин, которые к ней плохо относятся, либо она терпит мужчину, который бьет ее. И когда ей говорят, слушай, ну, бьет он тебя, ну, расстанься, да, поменяй, давай как-то менять. И она вроде бы и плачет, но по-честному ее это устраивает. И по-честному она в какой-то степени, осознанно или неосознанно, сама на это провоцирует. И бьет, я сейчас говорю не про половую жизнь, да, я сейчас говорю про реальную жизнь. Если говорить про мужчин, это те мужчины, которые часто они росли со строгой мамой, которая к ним плохо относилась, которая его унижала, которая его отчитывала, которая его стыдила, которая его сравнивала с каждым встречным. И, конечно же, он был хуже, чем все остальные. Которая, по сути, его любила вот такой любовью. Любила вот такой любовью. А если говорить про девушек, то у них там часто это девушки, которые отец был либо тираном, либо отец был очень таким, вроде бы, достойным мужчиной, но при этом он жестковат был с дочерью. Да, и поэтому ей нравятся вот такие грубые по отношению к ней мужчины. Они вызывают в ней эмоции, они вызывают в ней интересы, они вызывают в ней азарт. Так вот, если говорить про мужчин, наоборот, это тоже пример моего знакомого, который уже вылечился, да. Но у него такая была история, что он выбирал женщин, ну, которым было плевать на него. То есть он все для нее делал, а она об него, ну, буквально ноги вытирала. А он все равно, он все равно, все равно его несло. То есть, и это вот тоже тип любви. И, кстати, вот курсы женские, которые учат быть стервой, быть стервой и сучкой, да. По сути, это ориентирован на такой типаж мужчин. Ориентирован на такой типаж мужчин. И если говорить про предыдущий пункт, про, забыл сказать, про тех женщин, которые, про статус мужчин и женщин, которым важен статус, да, то есть такая статусная любовь. То это как раз те женщины, которые, они говорят, вот если мне не будут сумки Луи Виттон, на меня никто не посмотрит. То есть, если на мне не будут шубы, сумки Луи Виттон, это что, я недостойный. То есть, это как раз те женщины, которые ориентируются вот на таких мужчин. Это предыдущий тип. Надеюсь, вас не запутал. следующий тип любви особенно часто это любовь проявлена между мамой и сыночком до из которых как раз выход те мужчины которые вас бесят там бритит да как отцепиться от его мамы почему мама лезет наши отношения его мама то есть что делает мама она воспитывает сына не то чтобы она специально сидит и так думает у нее такой сценарий в котором она ведется как ее задача сделать сына зависимым от мамы то есть а себя сделать кем героини и спасательницы которая всю себя отдает сыночку и то есть по сути вокруг них в между ними возникает вот такая вот связь не разлей вода при этом она может быть этого сына критиковать унижать и говорит ты почему не работаешь тебе пора идти на работу но она сама не по я тоже рассказывают реальные случаи жизни которые я лично поверьте мне знаю то есть она его критикуют она его пинает но при этом она опять же не может его отпустить от себя и по сути она привязала его к себе она из него сделала инфантильного мальчика как мы можем их называть тоже в том числе нищебродами она спасательница она его спасает потому что она его она ему дает ресурс если мужчины тоже такие которые по сути тираны это кто поведение тирана его цель привлечь или создать возле себя жертву инфантильную женщину который без него не сможет то есть ее нужно сделать зависимой от него материально эмоционально именно поэтому но видео предыдущие посмотрите мои про тиранов да то есть они что любят пораньше ребеночка завести почему потому что когда ты беременна ты от меня зависима когда ты беременна даже когда ты бизнес-вумен и ты беременна ты уже не такая офигенная бизнес-вумен во время беременности ты сильно уязвимее и тираны это как-то ну абьюзер вот это тираны они это на подсознание чувствуют или женщина которая говорит ой бы неплохо как мне плохо одиноко сейчас встречу мужчину и мне будет хорошо вот эти женщины говорят пораньше бы замуж да они им пораньше бы надеть свадебное платье они часто привлекают кого мужчин которые много обещают на свиданиях он готов жениться чуть ли не на следующий день знакомить с родителями и как только он за получают ее он расслабляется и он в жизни внутри и он тиран жесткий но ты от него зависишь да а где в жизни он ничего не может но по сути это тоже отношение кого жертвы и спасателя спасателя и инфантильной девочки опять же если вы смотрите мой инстаграм и инстаграм разборы вы видели немало примеров инфантильных девушек или же наоборот когда же хорошо не мама сын а женщина она что она создает такие отношения с мужчиной в которых она его спасает в которых она не верит что он справится в которых она его жалеет она ходит на работу а он сидит дома ищет себя у него не получается а он же без меня что она думает пропадет что же он без меня если перестану деньги давать у это же невозможно такого же не может быть ну то есть у нее какая-то своя картина мира но по сути она выступает в роли спасательницы и инфантила мужчины и поймите понятно что это сейчас более понятно тем девушкам которые сейчас находятся в таких отношениях говорить а не ну да да наверное обо мне а представьте сколько таких девушек которые прямо сейчас они еще не вступили в отношения но завтра они вступят в подобные отношения но сейчас они этого не понимают и вот например частая история это женщины которые любят раздавать советы учить жизни мужчин забирать у них их ответственность не верить мужчин жалеть мужчин это часто вот эти программы и притягивают соответствующих мужчин а у него другая программа он инфантил он ищет эту спасательницу возле которой можно расслабиться которая разрешит ему расслабиться возле нее потому что если она не спасательница если ты женщина прокаченная ты не разрешишь мужчине возле тебя расслабиться ну я говорю сейчас на серьезной темы более подробно мы тему разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас под видео кликай по ссылке и записывайся бесплатно. Не примите мой энтузиазм за давление. Я кричу на вас, что вы не потому, что я плохо к вам отношусь, не потому, что я вас не уважаю, потому что мне так эмоции, мои небезразличия выходят из меня через край. Я хочу, чтобы вы улыбались, а не гневались. Вы же помните мою миссию? Чтобы вы, мужчины, вас радовали, а не гневали. А какой инфантил вас будет радовать? Вот только гневать вас будет. Следующий тип любви – это нормальная любовь. Конечно же, я здесь очень рискую, потому что это серьезная тема, нормальная любовь. И я рискую здесь, знаете, ошибиться, я рискую здесь как-то неправильно трактовать, или как-то, знаете, я рискую здесь, замахнувшись на такую великую, так сказать, задачу или как обязательство объяснить, что такое нормальная любовь. И поэтому прямо сейчас я скорее озвучу лишь свое мнение, свое видение, которое не является истиной в последней инстанции. В моем понимании, любовь, в первую очередь, это когда я рад за другого человека, когда я радуюсь, что человек счастлив возле меня, или не возле меня. Даже так, первично, это когда я счастлив за счастье другого человека, или когда ты счастлива за счастье твоего мужчины. Это как, знаете, вот как мама и сын, и нормальная же мама, она что, должна радоваться, да? То есть, сынок ее там счастлив, благополучен. Что нормального она должна делать? Ну, по-хорошему. Ну, она рада, сын класс, он там, у него жизнь, он рад. Хотя, казалось бы, вроде бы понятно, но на самом деле не так уж много и мам радуются за нас, правда же? Помнишь же, когда ты приходишь и говоришь, мам, я купила сапоги там какие-то, а мама говорит, сколько стоит? И ты говоришь, сумма, она, ого! Вместо того, что, класс, дочка, ты умничка, рада за тебя, ты там, да, порадоваться за тебя. И это так же и у меня с мамой, да? Я помню, как я чем-то там хвастался, вместо того, что сказать, вау, класс, Ярослав, супер, ого, ого, ну, куча всего, да? Поэтому это один из критериев. Не умение радоваться, когда мы счастливы за другого человека. Следующее, это баланс. Понятно, что не без, ну, для кого-то влюбленность, например, очень важна. Для меня лично, например, я не то, чтобы влюбленность важна, а мне важна, в моем понимании, гармония, когда с человеком хорошо. Потому что если тебе хорошо с человеком, лишь когда у тебя влюбленность, у меня много вопросов. А что же тогда будет, когда влюбленность уйдет? Вы что будете, наркотики принимать, чтобы чувствовать себя вот так под кайфом? И понимаете, мое мнение, что если тебе с человеком плохо без этих высоких эмоций, это плохой знак. Понимаешь? То есть, если тебе с человеком нормально и хорошо только во время высоких эмоций, а что дальше? Я помню тоже одну участницу, она говорит, Ярослав, ты представляешь? Я со своим мужем не могу говорить. Мне приходится курить травку. Вот как только я прихожу домой, я курну травки, и мы нормально разговариваем. И она на серьезе это говорила. Это как раз такой же пример. Поэтому в моем понимании, это даже когда нет высоких эмоций, должно быть какое-то взаимопонимание. И здесь я к чему хочу ключевым вещам подвести. Например, ценности. Насколько наши ценности пересекаются. То есть, помните, это баланс чувств, каких-то эмоций и ощущений, но и не без выключения мозга. Дорогие мои, мозг тоже должен работать. Да, это плохо, когда лишь только мозг работает, а чувств нет. Это плохо. Должен баланс. А где здесь мозг? Ценности у нас с человеком совпадают или нет? Ценности. Что такое ценности? Мы одинаково смотрим на ключевые вопросы. В одном направлении, ну, например, для мужчины, например, ему круто, когда есть достаток. А тебе, например, важно постоянно развиваться. Тебе плохо где-то остановиться на каком-то достатке. Вот, например, я отношусь к людям, я не остановлюсь на каком-то достатке. Но я понимаю, что есть мужчины и есть женщины, которым так нормально. И они не хуже меня, я не лучше, просто у меня так. Понимаете? И мы уже, здесь будет конфликт. И часто вы говорите, он ни к чему не стремится, а я стремлюсь. Вот это конфликт уже ценностей. Я не перечислю здесь всех важных вопросов. Наверное, тебе виднее, какие для тебя важные вопросы. Например, на вопрос на воровство. А вот человек бы забрал бы чужое или нет? Вот я бы не забрал чужое. Понимаете? Лежащее на полу, вот лежали бы на полу 10 тысяч долларов, я бы их не забрал. Мне не нужно чужое. А, например, для какого-то мужчины, да, конечно, я что, дебил, конечно, заберу. И куплю там что-то детям. Или женщина тоже там может. Или ты скажи, а ты бы согласна была, чтобы твой муж, например, совершал преступление ради достатка семьи? И для кого-то скажет, да, это нормально, это ради семьи. А кто скажет, не надо мне это. Не надо, не надо мне от кого-то что-то отнимать, чтобы был достаток в семье. Понимаете? Поэтому совпадение ценностей, целей, взглядов на какие-то важные вопросы. А какие важные вопросы? Секс, деньги. Деньги, цели, амбиции, отношения с родителями, взгляд на семейную систему, взгляд на количество денег и так далее. Да, понятно, что свидание или общение не должно превращаться в собеседование. Но, пожалуйста, когда ты, если ты выбираешь мужчину, ну, ты определись, ты себе ответить честно. А я точно понимаю, какой выбор я делаю. Либо я делаю, да пофиг, что мы сейчас под кайфом, мы влюблены друг в друга, там разберемся. Там разберемся, там рассосется. Если любовь будет, оно будет. Неплохо было бы, когда люди просто сходятся и расходятся. Ну, что тут такого? Ну, не совпали. Но часто после расходов что остается? Дети. А детям не очень сладенько. Когда мама и папа в ссоре, в войне и с друг другом воюют. Поэтому, еще раз, возвращаясь к определению, что же такое нормальная любовь. Да, это так же, чем, что не является любовью. Это попытка что-то компенсировать за счет другого. Что-то заполнить с помощью другого, что-то во мне плохо. И я хочу заполнить свое плохо с помощью другого человека. Да, или там человека сделать своим спасателем. Или человека сделать своей жертвой. Да, то есть, по сути, это равность. И также любовь, еще важная штука, это не рабство. Любовь, это свобода. Да, что значит свобода? Это тоже вопрос, который вам нужно обсудить с мужчиной. Что такое свобода? Потому что для кого-то свобода, это отдыхать по-разному. Или когда я могу пойти там с друзьями погулять. А для кого-то свобода, это может быть и по какое-то количество дней. Жить в разных комнатах. И это нормально, не спать в одной постели. Обсудите этот вопрос. Потому что многие думают, что если она моя жена, она моя рабыня. А если это мой муж, теперь, знаете, как такой, есть список, который друг другу молодожены не озвучивают. Это какой? Вот смотри, мы сейчас с тобой общаемся, как, ну, я твой поклонник, ты моя поклонница, да? Мы там, у нас конфетно-букетный период. А тут у нас стали отношения. Так вот, тоже поменяйтесь, листочками обсудите, что же поменялось. Что же теперь ты считаешь, он тебе должен или не должен? И что она тебе должна и не должна? И когда вы напишите эти списки отдельно друг от друга и сопоставите, вы обнаружите много интересного. И это, опять же, в большинстве случаев не обсуждается. Кажется, ну, это и так понятно. Ну, это же, это же, например, женщина думает, не, ну, это же так понятно. Это тебе понятно. Ему это непонятно. И поверь, то, что ему понятно многое, и тебе непонятно. Поэтому, еще раз, простите, что прыгаю чуть-чуть с некоторых пунктов на пункты, на другие пункты. Любовь, это не является компенсацией чего-то друг у друга. То есть, это не замещение ролей, это соблюдение иерархии. Когда я мужчина, ты женщина. А не ты женщина, а я твой сын. Понимаешь? Или я, ты женщина, точнее, а в итоге ты мужчина, а я женщина. А я твой, там, я не знаю, дочка или сынок, и ни хрена не делаю, ты пашешь. Соблюдение также иерархии. Понимаешь? Это важно. И понятно, что хочется вам увидеть конкретный, пошаговый, четкий, суперточный план, чтобы ни о чем не думать, вот, нажимать на кнопочки, и все получалось. Такого нет. Но это возможно достичь, если ты выберешь путь развития себя. И прямо сейчас задумайся, а что же ты ищешь? Ты точно понимаешь, что такое нормальная любовь? Или ты ищешь какие-то крайности? Прошлые отношения, это что было? Какие были, какая была дисгармония? Более подробно эти и другие темы мы разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Если видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши твое мнение в комментариях. И до встречи в следующих видео. Пока.